Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Кузьмичев Алексей и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем заниматься ретушью. Ретушью мужских фотографий. Я расскажу вам алгоритм, по которому обрабатываю мужские снимки я сам. Расскажу, в чем отличие мужской ретуши от женской и почему не следует точно так же работать с мужскими фотографиями, как мы это делаем с женскими. Итак, давайте откроем наш снимок, с которым мы будем работать и уже все будем разбирать на конкретном примере. Итак, вот наша фотография, с которой мы сейчас и будем работать. Начинаем с фильтра Camera Raw, приводим нашу фотографию в порядок сначала и после этого уже переходим непосредственно в Photoshop, где будем заниматься ретушью и тонированием. Итак, в первую очередь нам с вами необходимо настроить здесь баланс белого. Как видите, он у нас очень сильно желтит, это заметно невооруженным глазом и мы делаем его более холодным. Перетаскиваем ползночек влево на глаз. Ну, примерно, я думаю, вот так вот будет достаточно. Вот на мой глаз, в принципе, сейчас фотография смотрится нормально. Вы можете использовать стандартные инструменты данного фильтра, то есть можете найти точку белого и тыкнуть при помощи пипеточки в область, которая должна быть белой. И тогда у вас баланс белого выставится автоматически. Либо же вы можете сделать это так же, как я, на глаз. Все зависит от того, как вы привыкли и как вам удобнее. После баланса белого давайте поработаем также еще с экспозицией. Можно ее чуть-чуть увеличить. Вот примерно так, не сильно. Чтобы нам в дальнейшем было фотографию попроще тонировать, я убираю здесь контраст. В данном случае где-нибудь до минус 25. Мы его в любой момент можем вернуть, поэтому в данном случае за него не стоит переживать. И поэтому мы здесь его немножечко снизим. Также поработаем немного со светами. Света необходимо нам подубрать, чтобы вытащить детали по максимуму из кожи. Чтобы все светлые области у нас на коже были максимально детализированы. Поэтому делаем вот так. То же самое с тенями. Разводим их в противоположные стороны. И смотрим, есть ли у нас где-то провалы. Как видите, у меня вот здесь вот на воротнике есть провал в деталях. Поэтому можно чуть-чуть еще затемнение вытащить, чтобы избавиться от этой проблемной области. Вот примерно так. И белый также чуть понизим, чтобы сделать фотографию такой более-менее плоской. Потому что, опять же повторяю, это нам упростит в дальнейшем тонирование. Также давайте еще немножечко уберем насыщенность сразу же. Где-нибудь до минус 30. В результате наша фотография должна сейчас иметь вот такой вот вид. Это базовый вид, с которым мы сейчас будем работать. После этого мы открываем нашу фотографию уже в фотошопе. Нажимаем здесь открыть изображение. И теперь начинаем уже непосредственно саму ретушь. Давайте приблизим изображение и посмотрим, что в первую очередь необходимо нам здесь будет ретушировать. Я, как уже говорил, ретушь мужских снимков отличается от женских. И в первую очередь отличие в том, что мы не разглаживаем кожу до идеала, как это мы делаем в женской ретуши. Нам необходимо сохранить мужественность у нашей модели. Поэтому нам необходимо в первую очередь оставить фактуру кожи и сохранить текстуру. Именно поэтому мы будем здесь ретушировать только самые заметные дефекты, которые у нас есть. В данном случае я здесь вижу выбивающиеся волоски вот здесь вот на лбу. Их необходимо будет удалить. Также немножечко поработать с волосками, которые выбиваются на фоне. Также я планирую поработать вот здесь вот с щетиной, которая также неравномерно у нас растет на щеке. И убрать кое-где, если есть у нас прыщики. В принципе, родинки за дефект мы считать не будем. Удалять их, поэтому также не будем. Соответственно, вот все основные дефекты, с которыми мы и должны поработать. Да, и также вот здесь вот у нас есть на мочке шрам, либо это отверстие от серьги, да. Поэтому я в данном случае также его уберу. И, конечно же, не забываем проработать и одежду. Одежда у нас здесь довольно фактурная. На ней много всяких различных волосков, ворсинок. Ее, в принципе, также до идеала вычищать не нужно. Уберем только самые бросающиеся в глаза проблемы. Итак, приступаем. Создаем новый слой, на котором будем работать. Можем создать здесь либо новый пустой слой, работать на пустом слое. Либо можем создать просто копию. Проще всего создать пустой слой. И если что-то мы сделаем на нем не так, то в любой момент мы можем просто стереть ластиком ненужный нам участок и продолжить работу сначала. Итак, называем данный слой ретушь. Так, по-русски. Так, и приступаем к чистке основных дефектов. Начинаем, давайте, с волосков, которые у нас здесь выбиваются. И после этого уже перейдем к другим участкам. Чистить волоски лучше всего при помощи инструмента восстанавливающая кисть. То есть мы берем данный инструмент. Обязательно убедитесь, что у вас вот здесь вот в параметре образец выбран пункт «Все слои». Тогда у вас будет данный инструмент работать не только на пустом слое, но и на слой, который лежит под ним. Это очень важно. Иначе инструмент у вас будет работать некорректно. После того, как вы выбрали данный параметр, вы зажимаете клавиш вальд, щелкаете рядом с нашим дефектом по коже и начинаете вот таким вот образом удалять этот дефект. Аккуратно проходимся. Если видите, что у вас область немножечко не там, где хотелось бы, вы можете опять нажать клавишу «Альт» и поставить мишень туда, где вам нужно. То есть зажимаете клавишу «Альт» и указываете место, с которого вам нужно взять образец. И таким вот образом проходитесь и устраняете все волоски здесь на лбу. Я в данном уроке буду ускорять немножечко процесс, чтобы сэкономить ваше время. Но вы также будете видеть все мои действия, что я и как делаю. Поэтому смотрите и повторяйте все мои действия уже на своей фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok на фоне вы можете использовать либо также инструмент восстанавливающий кисть, либо воспользоваться инструментом «Штамп». Давайте посмотрим, как работает данный инструмент. Выбираем «Штамп». «Штамп». Поставьте у него жесткость в данном случае где-нибудь около 85-90%, потому что мы с вами будем работать на границе, чтобы у нас граница осталась четкой. Если мы выберем здесь жесткость минимальную, то у нас данная граница будет размываться, что будет смотреться неестественно и некрасиво. И также здесь в параметре образца обязательно укажите все слои, когда образец будет у вас браться и со слоя, который лежит ниже. Итак, после того, как вы это сделали, уменьшаете немножечко размер, зажимаете также клавишу «Альт», чтобы взять образец с нужного участка фона, и аккуратненько вот так вот прорисовываете контур здесь. Вот таким образом. Также можно посмотреть издалека на фотографию. И чтобы замаскировать этот участок побольше, можно выбрать больший диаметр и несколько мазочков нанести. Чтобы размыть область, где мы накладывали с вами эффект, можно теперь уменьшить жесткость данного инструмента и пройтись большим диаметром уже вот так. Вот таким вот образом. Если где-то попали на волосы, не переживайте, можно взять просто инструмент «Ластик». Лучше взять здесь мягкий ластик и вот так вот все стереть с этих участков. Отлично. И возвращаемся теперь уже к волоскам, которые присутствуют здесь на лбу нашей модели. Теперь я беру инструмент «Точечная устанавливающая кисть» и прорабатываю оставшиеся дефекты. Здесь также необходимо указать образец со всех слоев. Щелкаем здесь. И тогда все будет работать у нас корректно. Вот таким вот образом убираем оставшиеся дефекты. И также вот здесь вот у меня еще один участок. И начинаем прорабатывать уже неравномерную щетину. Можно ее удалить полностью, либо можно подчистить ее только местами. Здесь все зависит от того, как вам больше нравится. В данном случае я почищу ее полностью. Оставлю только аккуратненькую бородку. И так же не забываем про дефекты на альтернативе. Смотрим, что здесь у нас может быть, что необходимо убрать. И так же убираем. Наиболее заметные, проблемные области здесь. В принципе, так как здесь ткань такая ворсистая, можно все вот эти вот шаварушки на ней оставить. Ничего страшного в этом не будет. Так, смотрим. Как видите, основные дефекты мы сейчас с вами почистили. И сейчас можно переходить к следующему этапу. Следующим этапом мы с вами будем разглаживать кожу и работать с техникой частотного разложения. Для этого нам нужно создать объединенную копию наших слоев. Мы нажимаем комбинацию Shift, Ctrl, Light, E на клавиатуре. И после этого создаем дубликат данного слоя. Вот верхний слой мы называем High. То есть верхние частоты. Нижний слой называем Low. Низкие частоты. Сразу объединим их в отдельную группу. Выбираем их оба. Нажимаем комбинацию Ctrl, G на клавиатуре. И называем данную группу частотное разложение. Так. Переходим в эту группу. Пока что слой High мы отключим. И переходим на слой Low. Мы размываем данный слой по гауссу. Примерно на 10-15 пикселей. В зависимости от размера вашей фотографии. В данном случае нам необходимо добиться более-менее такого ровного оттенка кожи. Чтобы у нас пропали мелкие пятна на ней. Но тем не менее остались заметны основные детали на лице. То есть контуры лица. Не старайтесь выбрать здесь очень большой радиус. Примерно такой. Иначе у вас результат будет не очень хороший. Вот у вас основные детали должны быть заметны. Примерно вот так. Нажимаем здесь клавишу ОК. И теперь включаем слой High. Идем в пункт Изображение. Внешний канал. И выбираем здесь режим наложения Добавление. Слой выбираем Low. То есть тот, с которым мы работали с вами на прошлом шаге. И ставим здесь пункт Инвертировать. Также убедитесь, чтобы у вас стояли параметры масштаба 2 и сдвиг 1. Ваша фотография в данном случае должна выглядеть вот таким вот образом. Нажимаем ОК. И режим наложения меняем на линейный свет. Все. Теперь мы с вами нашу фотографию разложили на частоты. То есть суть данного метода заключается в том, что у нас на слое High осталась текстура кожи. А на слое Low у нас с вами осталась тоновая ее составляющая. И мы можем работать отдельно с этими двумя слоями, что очень удобно, не затрагивая каждый из них. Итак, в первую очередь нам с вами необходимо поработать немножко с тоном. Выровнять кожу там, где нужно. Избавиться от основных пятен на ней. В данном случае начинаем с лба. Я буду делать это при помощи инструмента LASSO. Выбираю данный инструмент. Ставлю растушевку в районе 20 пикселей, чтобы не было жестких границ у выделения. И вот таким вот образом выделяю лоб. Так, давайте еще раз. Вот таким вот образом выделяю этот участок. Иду в пункт фильтр и размываю его дополнительно по гауссу. Здесь подбираем значение, которое вам нужно. То есть в данном случае где-нибудь можно поставить 20. Я думаю этого будет достаточно. И нажимаем ОК. Не стараемся полностью выгладить всю кожу. Немножечко ее смягчаем. Избавляемся от пятен наиболее заметных. Но при этом не забываем, что нам с вами необходимо оставить ее текстуру, чтобы не потерять фактурность кожи и не замылить ее. Так же делаем здесь. Примерно так. Нажимаем ОК. Двигаемся дальше. Выделяем теперь эту область. Если вы выбираете небольшие области, то желательно радиус уменьшать. Где-нибудь. В данном случае 8 можно поставить. И так же не забываем про шею. Этот участок. Так же его немножечко разгладим. Нажимаем ОК. И так же здесь. Смотрим, что у нас изменилось, как вы видите. Кожа стала поровнее. То, что как раз нам с вами и необходимо. Теперь переходим на слой Хай. И начинаем удалять уже самые мелкие дефекты, которые у нас здесь остались. Здесь можно работать так же с инструментами восстанавливающей кисть, либо точечной восстанавливающей кисть. С теми, которые вам больше нравятся. Давайте в данном случае возьмем точечную восстанавливающую кисть. В данном случае нам необходимо убрать галочку образец со всех слоев. И работать только на слой Хай. Начинаем это делать. Вот таким вот образом. И устраняем оставшиеся дефекты, которые так же нам бросаются в глаза. Вот так же пылинки на очках можно убрать. И различные прыщики, которые у нас с вами присутствуют. Так, отлично. Смотрим, что у нас получается до и после. И так же давайте еще уберем вот этот вот шрам на ухе. Сделать это так же можно при помощи точечной восстанавливающей кисти, либо восстанавливающей кистью. Давайте в данном случае возьмем восстанавливающую и аккуратненько его замаскируем. Вот таким образом проходимся несколько раз по этому месту. Можно взять диаметр побольше здесь. И вот так вот по нему пройтись. Чтобы избавиться от этого пятна, который у нас осталось здесь, переходим на слой low и размываем данный участок чуть-чуть по гауссу. Переходим, выбираем размытие по гауссу и размываем данный участок. Примерно на пятнадцать этого будет достаточно. Все, отлично. Данный дефект мы с вами убрали. И так же давайте уберем вот здесь вот на губе несколько соринок, которые у нас присутствуют. Берем инструмент и удаляем. Вот, все в принципе. Больше трогать ничего не будем здесь на этом слое. Закрываем группу частотное разложение и двигаемся дальше. Следующим шагом у нас будет Dodg & Burn. Создаем новый пустой слой. Называем его DB. И заливаем его 50% серым цветом. Выбираем редактирование, выполнить заливку. И здесь выбираем 50% серого. Нажимаем ОК. Режим наложения мягкий свет. И теперь нам с вами необходимо немножко поработать еще с кожей. Убрать наиболее заметные пятна при помощи техники Dodg & Burn. Как это сделать? Чтобы их лучше нам было заметно, мы создаем несколько слоев помощников. В первую очередь это слой черно-белая. Он у нас преобразует нашу фотографию в черно-белый цвет. И усиливаем контраст при помощи кривых. Создаем еще один корректирующий слой. И выгибаем кривую вот таким вот образом вниз, чтобы все пятна, которые у нас присутствуют на коже, были лучше заметны. Вот примерно так. После этого переходим на слой DB. Выбираем инструмент осветлитель. Выбираем здесь в диапазоне тени, чтобы, не дай бог, ничего лишнего не затронуть. И начинаем аккуратненько прорисовывать пятна, которые у нас здесь кое-где присутствуют. Экспозицию, экспонирование поставьте 5%, чтобы эффект накладывался постепенно, и вы могли его контролировать. То есть вот видим вот здесь небольшие пятнышки на лбу. Начинаем их высветлять. Вот таким вот образом. Продолжение следует... Итак, смотрим до и после, как вы видите. Вот основные пятна мы с вами удалили, которые сильнее всего бросаются в глаза. И также можно немножечко проработать еще кожу при помощи большого диаметра кисти, чтобы убрать наиболее заметные крупные пятна. Также я немножечко вот здесь высветлю эту часть. Высветлю здесь. Чтобы вам было лучше видно все пятна, старайтесь смотреть на фотографию с минимальным масштабом. То есть я вот сейчас отдаляюсь на нее и вижу сразу все проблемные участки, где мне необходимо что-то высветлить, что-то проработать. Так же можете делать и вы. Смотрим до и после. Отлично. Еще можно вот здесь вот поработать на шее. И небольшое пятнышко на ухе. Здесь вот высветляем его. Вот, отлично. Теперь эти слои, которые у нас с вами были в качестве помощников можно скрыть. Создаем новую группу для них и просто выключаем ее пока что. Создаем еще один слой. Пустой слой. Называем его также DB. Его мы будем использовать уже для усиления светотеневого рисунка. Называем его DB2. Идем в редактирование, выполнить заливку. Используем здесь также 50% серого. Нажимаем ОК. Режим наложения. Мягкий свет. И теперь также при помощи инструментов Осветлитель и Затемнитель мы прорисовываем нужные нам участки, чтобы создать дополнительный контраст на деталях, которые мы хотим. В первую очередь я беру инструмент Затемнитель и прохожусь при помощи данного инструмента по бровям, по бороде и по контурам лица. Убедитесь, что у вас в диапазоне выбраны средние тона, экспонирование поставьте небольшое, около пяти. И делаем мазочки, в первую очередь, вот здесь вот, на усах, чтобы сделать их более контрастными. Также здесь прорабатываем. Добавляем контрасты тени под подбородком. Проходимся по контуру головы. Здесь вот. Добавляем несколько мазочков на скулу. Вот таким образом. И прорабатываем также еще брови. Несколько мазков здесь делаем. И также при помощи осветлителя еще поработает светлая область. Смотрим до и после, как видите. Не слишком сильно. Вот такой вот небольшой эффект мы-то с вами должны получить. Также можно усилить дополнительно тени на одежде. Вот. Берем инструмент теперь осветлитель. И также без фанатизма прорисовываем дополнительно блики. Вот. Начинаем с олба. Немножко высветляем. Участок над скулой вот здесь вот высветляем. вот эту область чуть-чуть. И проработаем немножко нос. Добавим здесь несколько бликов больших. Вот. Также диапазон лучше поставить в средние тона. И давайте посмотрим, что у нас получается. До и после. Как вы видите. Также можно дополнительно прорисовать волосы. Светлые локоны еще сильнее высветлить. После этого можно переходить уже непосредственно к добавлению каких-то дополнительных эффектов, если вы хотите. В данном случае я хочу здесь добавить дополнительную глубину резкости. Для этого будем использовать специальный фильтр в фотошопе. Создаем объединенную копию наших слоев. Shift-Ctrl-Alt-E нажимаем. И переходим в пункт фильтр. Выбираем здесь галерея размытия. Размытие диафрагмы. Вот. При помощи данного инструмента можно создать глубину резкости на фотографии. Если это необходимо в вашем случае. То есть у нас здесь, как видите, присутствуют два круга. То есть первый круг, точнее первый вот этот вот четырехугольник, отвечает за область, которая будет находиться в фокусе. В данном случае нам ее необходимо выставить на лице. То есть мы перетаскиваем область вот сюда. И сужаем немножечко данный четырехугольник, так, чтобы у нас попадал фокус только на лицо. И во второй радиус мы растягиваем. Можно его растянуть вот так. Чем больше вы растягиваете данный радиус, тем будет плавнее у вас размытие. То есть чем больше расстояние между внутренней вот этой фигурой и внешним радиусом, тем будет плавнее у вас переход от четкой области к размытой. И выставляете здесь размытие при помощи вот этого ползуночка. В данном случае можно поставить 25 пикселей. И нажимаем ОК. Вот, смотрим, что получилось до и после. Как видите, очень хорошо заметен данный эффект на плече. То есть у нас в фокусе осталось только лицо нашего молодого человека. Называем данный слой фокус. И теперь дополнительно еще можно усилить резкость на лице. Для этого создаем дубликат данного слоя, нажимаем Ctrl-J. И переходим к пункт фильтра усиления резкости. Выбираем здесь контурную резкость. Подбираем настройки, исходя из вашего изображения. То есть смотрим, чтобы у нас все детали проявились по максимуму. В данном случае к моей фотографии подходит эффект 125, радиус 3. Вот, как видите, очень хорошо. Заметно стали детали и фактура кожи. Нажимаем здесь ОК. Вот, меняем название здесь на резкость. И в принципе наша фотография готова. Осталось добавить какую-нибудь тонировку. Потому что, как вы помните, мы с вами привели фотографию к такому усредненному серому виду. И она смотрится сейчас не очень хорошо. Довольно блекло, да? Поэтому давайте ее затонируем. Тонировать я буду данный снимок при помощи лутов. Луты, которые я использую в данном уроке, я приложу вам к этому видео. Сможете их скачать и применять на своих фотографиях. Луты у нас находятся в инструменте поиск цвета. Вот так вот выглядит данный инструмент. Открываем его. И здесь, в выпадающем списке, выбираете нужный вам лут. Те луты, которые я добавлю вам, называются Manry Touch 1 и Manry Touch 2. Вот они у меня здесь уже установлены. Вам необходимо будет их скачать и установить в папку по этому адресу. То есть выбираете папку, где у вас находится Photoshop. То есть это обычно Program Files, если у вас Windows, да? Program Files, Adobe, Adobe Photoshop CS 2019, Presets, 3D Luts. И копируете вот эти вот два файла сюда. После этого перезапускаете Photoshop. И они у вас уже появляются в инструменте поиск цвета. И вы можете уже их использовать. Итак, тонировать фотографии при помощи лутов чрезвычайно просто. Мы просто выбираем здесь первый лут. В данном случае Manry Touch 1. Ставим для него прозрачность где-нибудь 20% или 25%. Давайте пока поставим 25%. И создаем еще один. Корректирующий слой в поиск цвета, в котором выбираем второй лут. И для него выставляем также прозрачность. Ту, которая нам нравится и подходит к нашему снимку. Ну, в данном случае, мне кажется, 50%. Смотрится так, как нужно. И в результате мы получаем вот такую профессионально затонированную фотографию. Всего за два клика буквально, да? Нам не нужно не крутить никакие ползунки в Photoshop. Вот эти луты уже автоматически приводят цвета на вашей фотографии к нужной схеме. И фотография смотрится профессионально и очень качественно. Ну что ж, теперь мы можем объединить все слои, которые мы с вами создали, в отдельную группу. Выбираем их все. Нажимаем комбинацию Ctrl-G на клавиатуре. И посмотрим, чего мы с вами добились в процессе данного видеоурока. Итак, вот снимок, с которым мы с вами начинали работу, как вы видите. То есть, если я приближу здесь, чтобы было видно лучше все дефекты. И вот после, да? Как видите, мы все здесь почистили. Убрали основные дефекты и при этом сохранили фактуру кожи. У нас лицо не выглядит замыленным. И на коже осталась вся та фактура, которая должна присутствовать именно на мужском лице. Ну что ж, друзья, вот таким вот алгоритмом я пользуюсь при ретуши мужских фотографий. Я надеюсь, данный урок вам был полезен. И вы что-то узнали новое. И сможете применить это уже при обработке своих собственных снимков. Ну что ж, а на этом в данном видео все. Если вам понравился урок, обязательно поставьте лайк. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Вот, на этом все. Большое спасибо за внимание. И до встречи в следующих уроках.